Приветствую всех! Сегодня хочу вас познакомить с небольшим мультиметром DT830B. Это цифровой мультиметр, который позволяет в домашних условиях измерять большинство параметров радиоэлектронных компонентов. Он имеет свои достоинства и недостатки, с ними я вас кратко познакомлю. Итак, мультиметр достаточно компактный, снабжен жидкокристаллическим дисплеем и вот таким вот универсальным переключателем, который даже кнопкой не надо отключать. Провода подключаются вот в эти вот гнезда, и теперь мультиметр готов к работе. Давайте начнем с измерения сопротивлений. К примеру, мы хотим узнать сопротивление, вот это вот большое, хотя на нем и написано 2,2 кОм, но мы хотим в этом убедиться. Давайте подключим его к прибору и попытаемся проверить, так ли это на самом деле, как написано на самом резисторе. Сейчас прибор показывает единицу. Это может нас удивить, но на самом деле мы выбрали неверный диапазон. Надо переключиться немножко выше. Сейчас диапазон измерения нашего прибора 2 кОм. Наш резистор больше, чем 2 кОм, поэтому нам надо переключиться еще. Вот теперь мы можем введить значение 2,26 кОм, что в принципе совпадает с теми значениями, которые написаны на резисторе. Последняя шкала измерения сопротивлений нашего прибора 2000 кОм. Это примерно 2 мОм. С высокоомными сопротивлениями данный прибор работать будет плохо. Давайте измерим сопротивление вот такого небольшого резистора, надпись на котором читать довольно-таки тяжело. Мы подключаем его к нашему прибору и пытаемся что-нибудь увидеть. Единица говорит нам о том, что мы выбрали не тот диапазон. Переходим на самый высокий диапазон. 2000 кОм. И здесь мы можем видеть, что сопротивление нашего резистора, вот этого красного, это 1 мОм и примерно 100 кОм. Таким образом мы все-таки промерили вот этот вот резистор, 1 мОм, но более чем 2 мОма измерять таким прибором нельзя. Это его недостаток. То же самое касается и шкалы 200 Ом. Здесь измерять Омы, единицы Омов и доли Ома практически невозможно. Миллиамметр из вот этого тестера не получится. Помимо прочего, в этом тестере есть режим прозвонки транзисторов. В этих гнездах можно определить структуру и выводы транзистора, который попал вам в руки. Транзисторы биполярные бывают двух структур, NPN и PNP. И разместив правильно их выводы, как вот здесь подписано, коллектор-эмиттер-база и база-эмиттер-коллектор, мы можем с помощью этого прибора в режиме, обозначенном вот этими тремя буквами HFE, измерить коэффициент усиления транзистора. То есть, вставив транзистор сюда и переключившись прибором сюда, мы увидим коэффициент усиления или же коэффициент передачи тока биполярного транзистора. Ни полевые, ни мосфеты, ни тиристоры этим прибором проверять нельзя. Точнее, невозможно. Рядом с режимом HFE стоит вот такой вот режим диодик. Давайте на него переключимся. И раз здесь изображена пиктограмма диода, значит этот режим служит для проверки диодов. Давайте возьмем вот такой вот диод и попытаемся его проверить. Сперва подключаемся в такой полярности. Мы видим, что на приборе появились цифры 591. Это падение напряжения в милевольтах на ПН-переходе данного полупроводникового прибора. Но нам надо убедиться, что прибор не пробит и просто не стал обыкновенным резистором. Мы меняем щупы на диоде местами и смотрим на прибор. Прибор показывает единицу, то есть практически бесконечное сопротивление. Тем самым мы убедились, что данный диод кремниевый и он исправный. По порядку идем дальше. Здесь есть вот такой вот диапазон, в который надо переключаться проводом, но более толстым. Этот диапазон, эта вот часть прибора отвечает за измерение токов в 10 А. Я бы не рекомендовал таким маленьким прибором, с его небольшими шунтами и тонкими проводами, измерять токи в 10 А. Это опасно. Но раз производитель нам гарантирует, значит можно попытаться. Но я бы не стал. Идем дальше. Следующий диапазон это измерение DCA. DCA это обозначает выпрямленный ток. Диапазон выпрямленных токов не очень большой. Вы можете это видеть. Милли вольты и микро вольты. Больший диапазон здесь. Так что если вы будете измерять больше чем 200 милливольт, то надо переключать наш щуп вот сюда. В обычном положении ставится щуп вот сюда. Помните это, иначе прибор перегорит. Ток мы измерять особо не будем, но зато покажу вам кое-что более интересное и наглядное. С помощью вот этого диапазона можно проверять светодиоды. Правда на табло этого прибора, данного прибора, мы не увидим ничего. Но зато мы можем увидеть свечение светодиодов при подключении их в той или иной полярности. Так как светодиоды у меня включены встречно-параллельно, то вот в такой полярности у меня горит синий светодиод, а в такой полярности у меня будет гореть красный светодиод. На приборе мы не увидим никаких значений. Подключая и так, и так, мы просто увидим свечение светодиодов. В принципе, такая проверка светодиодов вполне логична. Но если вам попадется сгоревший светодиод, инфракрасный светодиод, ультрафиолетовый светодиод, то данный прибор вам никак не поможет проверить его исправность. К примеру, я подключил сгоревший светодиод, правда не совсем обычный, и наш прибор показывает 401 милливольт падение напряжения типа на переходе этого светодиода. Сменяем полярность и смотрим. В эту сторону у светодиода тоже есть падение напряжения, но примерно вдвое больше. Он вроде бы как полупроводник, но при этом ведет себя больше как резистор. Проводит и в ту, и в другую сторону. Хотя в данной ситуации он больше прохож на германевый обыкновенный диод, а не на светодиод. Ну и конечно же, любым тестером проверяются напряжения на батарейках и на блоках питания. Поэтому сейчас мы попробуем измерить напряжение на батарейке. Переключаемся на диапазон DCV, это измерение постоянного напряжения. Граничный диапазон 1000 вольт, минимальный диапазон 200 милливольт. Батареечка крона. Подключать мы можем к этому прибору в любой полярности, у него нет стрелки, он просто покажет нам знак. Сейчас мы подключились к батарейке в правильном направлении, и мы видим 7,46 вольта на батарее есть. Если мы поменяем полярность, ничего страшного с прибором не произойдет. Он просто покажет нам ту же самую цифру со знаком минус. Минус нам говорит о том, что полярность батареи мы перепутали. То же самое произойдет, если мы будем измерять напряжение на батареечках от пультов телевизоров или же детских игрушек. Сейчас я перепутал полярность и измеряю напряжение на вот этой небольшой батарейке. Оно равно 1,46 вольта. Прибор всем хорош, но имеет недостаток. Обратите внимание, что мы можем мерить постоянное напряжение, переменное напряжение и постоянный ток. Шкалы для измерения переменного тока у нас просто нет, а иногда в этом есть большая необходимость. Ну а теперь давайте посмотрим, как наш прибор справится с тем, чтобы измерить напряжение на небольшом блоке питания. Мой блок питания имеет выводы со вторичной обмотки переменного напряжения и после выпрямителя постоянного напряжения. Подключим наш прибор для начала к обмотке переменного напряжения. Раз мы подключились к обмотке переменного напряжения, мы должны выбрать вот этот диапазон. DC это постоянное напряжение, AC это переменное напряжение. Диапазон измерения переменных напряжений здесь небольшой. Это высокое напряжение, об этом говорит вот этот значок HV, 750 вольт, и чуть более низкое, 200 вольт. В розетку с напряжением в этом диапазоне лучше не лазить. В розетку лучше вообще с таким прибором не лазить, но все-таки он имеет эту возможность. Поэтому переключившись на самый высокий диапазон HV, можно проверять напряжение в розетке. Мы же будем проверять напряжение на блоке питания. Переменное напряжение на блоке питания 12 вольт. Можем немножечко снизиться. 12,4 вольта. То есть 12 вольт не убьет наш прибор, потому как он рассчитан на 200 вольт. А вот теперь давайте проверим, что будет после выпрямителя. Если переменного напряжения у нас 12 вольт, то после вот этого диодного моста из 4 диодиков и одного небольшого конденсатора мы должны получить выпрямленное напряжение. Каково же оно будет? Из 12 вольт переменного напряжения действующим значением будет напряжение, обязательно переключаемся на постоянное напряжение, 16 вольт. Из 12 вольт переменного напряжения данного блока питания мы получили почти 17 вольт постоянного напряжения. Но это без нагрузки. Поэтому небольшой резистор в 2 кОм немного просадит нам напряжение. Сейчас мы его подключим быстренько. И мы можем убедиться, что подключение резистора до 16 вольт снизило напряжение. Блок питания справляется. У него достаточно массивный, хотя и небольшой трансформатор. Поэтому такой блок питания может использоваться и дальше. Мы же уже познакомились со всеми возможностями данного агрегата. Большего он не может. Но и с этими возможностями можно прекрасно обойтись и делать свои электронные схемы. Проверять розетки, проверять короткое замыкание, проверять разрывы проводов. А также частично всякую электронику. Измерить конденсаторы и их емкость на таком приборе невозможно. Индуктивности тоже. Термопары он встроенной не имеет. Но все это можно дополнить, изготовив своими руками. Вот такой небольшой, компактный и хороший прибор.